А знаете, почему у некоторых мерседесов представительского класса попка девственно чиста? Ни буквы к вам, ни циферок, один лишь благородный значок посередине. Да потому что это нифига не 600-е, 350-е это. А зачем об этом сообщать всему свету, им знать не обязательно. А еще я лично знаю несколько персонажей, которые, покупая поддержанный мерседес, едут на рынок Южный Порт, который находится в Москве, и покупают себе циферки 6,3 и буковки АМГ. Что заставляет молодых ребят, которые знают, что они скорее всего попадут на покупки этой дорогой и старой машины, все-таки идти на этот шаг мне сказать тяжело. Я разбираюсь технически, а вот в психологических аспектах разберется другой человек. И зовут этого человека Виктория Юшкевич, на мой взгляд, самый сексуальный блогер на пространствах Рунета. Ее канал «Сексуальная психология» по ссылке внизу. Шутки шутками, но вы только представьте себе, вот этот благороднейший автомобиль, по крайней мере, кузов от него, или, как говорят, перекупы, будка. То есть машина вот в этой будке только до рестайлинга продается всего лишь до 600 тысяч рублей. Нет-нет, не подумайте, не эта машина. Здесь уже присутствуют благородные светодиодики спереди и сзади, другие моторчики, потому что этот автомобиль рестайлинговый. На примере его будки я расскажу вам о том, что бывает с Мерседесом и что будет дальше, если купить эту машину за 600 тысяч рублей. А если серьезно, за 600 даже не думайте, даже не думайте! Я вам сейчас расскажу, сколько будет стоить ремонт силового агрегата, не говоря уже о его замене. И расскажу, какие моторы уже лучше предпочесть, в случае, если вам очень хочется поддержанный S-класс. Мне очень хочется, прям очень хочется, ребята. Но покупать я его не буду, ибо я девушка относительно разумная. Но в случае, если очень хочется вам, и вы не настолько разумны, как я, потому что вы, наверное, помладше, у вас играют гормоны, в принципе, можно рассмотреть некоторые варианты, только не в бюджете 600, в бюджете 1-1,5. То есть миллион-полтора. Сейчас я вам расскажу, какие моторы лучше предпочесть, а какие лучше не предпочитать, чтобы не приехать на стоимость машины просто за ремонты. Под капотом V6, V8, V12 бензиновые. К счастью, имеются и дизельные агрегаты. И если говорить о бензиновых, все они имеют целый ряд своих не сильно приятных проблем. Основная это проблема с цепью газораспределительного механизма. Но сегодня вы также услышите замечательное слово гильзовка. Вот машина, например, 6-го года за 560 тысяч, пробег 120. Вот, господи, кем же надо быть, чтобы на это повестись? Ну да ладно. Одна из особенностей этих машин даже не в том, что у них часто скручены пробеги. Ребята, здесь другая беда. Обычно эти автомобили, особенно если кузов длинный, лонг, покупают богатые люди и ездят с водителями. Пока богатый человек пошел что-то делать, водитель что делает? Естественно, либо греется, либо сидит с кондиционером. А моточасы-то тикают, понимаете? Моторесурс двигателя-то идет. И пробег может быть реально. Подключаешь комп, а там пробег всего у 10-летней машины 180 тысяч километров, а то и 150. А сколько реально осталось жить мотору, неизвестно. Потому что на холостых-то он тоже молотил. Поэтому диагностика, диагностика и еще раз диагностика. Не обязательно у официалов. У официалов даже, может быть, и не надо. Просто в специализированных сервисах. Но, чтобы не отдавать каждый раз 3, 5, 8 тысяч рублей, ваших кровных рублей за диагностику, проделайте несколько простых вещей. Вот вы пришли смотреть машину. Она должна быть холодная. Вы ее заводите. Заметьте, говорю сейчас о бензиновых моторах. Вы ее заводите. И в этот момент, когда вы завели холодный автомобиль, никакого металлического лязганья, никакого странного звука не должно раздаться из-под капота. Послушайте это внимательно. Потому что, если он раздается, скорее всего, цепь растянута. Даже не скорее всего, точно. Цепь растянута. А цепь здесь меняется вместе со звездочками, вместе с натяжителями. А если еще и человек немножко профукал вот это время замены цепи, когда ее вовремя надо было поменять, то вы, может быть, в самое ближайшее время приедете еще и на ремонт мотора. Моторы М272 и М273. Вот этот 73-й, 8-цилиндровый, так горячо любимый нами. Вот тот как раз 4,7, который называют 500-м, либо 450-м, в зависимости от мощности. С 272-м мотором, 6-цилиндровым, они имеют приблизительно схожие проблемы. А первое, я уже сказала, это цепь. Так вот здесь, в 73-м моторе, если под капотом раздается на холодном пуске лязг, это уже дело труба. Это значит, уже давно горел или помаргивал чек-энжин. А хозяин думал, наверное, плохим топливом залился. Нифига, ребята, это Мерседес. Не забывайте, как только загорелся чек-энжин, руки в ноги бегом в сервис. Вообще, многие думают, что цепь служит, и действительно, это у многих автомобилей так, а в основном у японских, цепь служит 200-300 тысяч километров пробега. Но не в данном случае. Где-то на 100 тысячах планово цепь должна меняться. И заметьте, данная проблема обычно проявляется где-то раз в 100 с небольшим тысяч километров пробега. То есть сразу после окончания гарантий. Удивительное совпадение. Не так ли? Почему-то все чаще и чаще я говорю о том, что все проблемы у автомобиля начинают как снежный ком валиться, и валиться, и валиться где-то раз в 100 с небольшим тысяч. Пропустим. То же самое можно сказать и об устройстве впускного коллектора. Внутри есть заслоночки, они подвижные. Вот они из пластика такого качества, что они со временем от температуры просто теряют свои свойства и разрушаются. Дай бог, чтобы внутрь мотора, она под давлением, эта заслоночка не улетела, потому что это будет капремонт. Но так или иначе, эти заслоночки, которые сами по себе небольшие, они отдельно от впускного коллектора не продаются. Это летая деталь целиком. Соответственно, придется покупать впускной коллектор вместе с его заслонками и его менять. Этот геморрой с впускным коллектором проявляется как нестабильная работа мотора, пропадание тяги и так далее, и тому подобное. Если через это все машина, которую вы хотите купить, десятилетняя, а мы ведь именно о такой машине говорим, не об этой конкретной, уже прошла, и, скорее всего, собственник на это все уже пристроился, то вот следующая проблема, скорее всего, для вас, а именно горячо любимая мною, гильзование. Та же ерунда, что и у Порше. Прогорают цилиндры. Мотор нужно вскрывать, разбирать, ставить нештатные вкладыши. Если говорить о шестицилиндровом моторе, о 72-м, то гильзование обойдется минимум 350 тысяч. И в случае, если вы покупаете Мерседес ценой вот в эти 500-600 тысяч, по статистике, сегодня только разговаривала с сервисменами, 90% этих машин с бензиновыми моторами уже в этом гильзовании нуждаются. То есть вы понимаете, за 500 вы купили машину, окей, за 600, и приехали сразу на 350. Это минимум, это не в официальном сервисе. И это с шестицилиндровым мотором. А если мотор восьмицилиндровый, цилиндров элементарно больше, это еще дороже. Причем значительно, тысяч на сто. Если вы купили машину все-таки, там, 500-й, 450-й, то есть вот с подобным восьмицилиндровым силовым агрегатом, до рестайлинга они шли чуть-чуть другие, но проблема была ровно та же. Регулярно следите за уровнем масла. Регулярно. Потому что у них подтекает родной масляный фильтр. Через него уходит масло. Соответственно, уровень в моторе будет достаточно быстро снижаться. А вот для этих силовых агрегатов масляное голодание абсолютно недопустимо. Чуть-чуть вы это профукаете, и все. Вы приехали на капремонт, ваша машина встанет и будет вечным памятником. Потому что, скорее всего, если вы ее купили за 500-600, а то и за миллион, ремонт мотора вы не потянете. И, кстати, чуть не забыла, почему эти машины, вот это тот редкий случай, когда даже старую машину нужно искать, стараться с одним собственником. Понятно, что у 10-летнего автомобиля это крайне маловероятно. Но мы же можем хотя бы говорить о том, к чему стремиться. Потому что я, в принципе, обычно у подержанных машин, которыми торгую, не сильно боюсь ситуации с двумя-тремя владельцами в ПТС. Неприятно, когда владельцев вообще безлимитное количество, ПТС-дубликаты, невозможно понять, сколько там вообще людей по этой машине ходило. Здесь почему очень-очень нужно стараться взять машину именно у того папика, у того большого босика, состоятельного человека, который эту машину когда-то приобретал новой в салоне. Потому что, понимаете, да, это состоятельный человек, но вряд ли за эти годы он так обнищал, что он эту машину не обслуживал, хрен на нее клал, что на ней ездили все подряд, что ее не ремонтировали, а латали. Скорее всего, этот автомобиль, который человек покупал новым в салоне, и если он долго жил в его семье, а такое, поверьте, бывает, особенно в Москве это распространено в, допустим, каких-то интеллигентных семьях, в которых не безлимитное количество денег, люди не олигархи, но они так уже поколениями состоятельные. Так вот, я такие семьи знаю. Эта машина была у них, она там доходила до пробега в 150-180 тысяч. Весь этот пробег они ее хорошо обслуживали. И тогда вы сможете хотя бы понимать, что и когда у нее делалось. Но ни в коем случае это вам не гарантирует отсутствие поломок, потому что то, о чем я вам сказала, про цепь, про впускной коллектор, про фильтр, это все конструктивные особенности этих агрегатов. И гильзование, кстати, тоже, к которому приезжает машина на большом пробеге, оно тоже практически неизбежно. Ну и пару слов о покупке такого Мерседеса с чуть большим бюджетом. То есть с бюджетом от, не знаю, от 1,6, от 1,8 и выше. То есть это будут уже рестайлинговые машины вот с этими светодиодиками впереди и сзади с другими моторами. Например, вот с этим мотором, который я вам только что говорила, о 273-м. М-273-й мотор до рестайлинга, V8. Вот после него пришел М-278. Вот он, этот силовой агрегат. И 4,7, как вы любите, сзади на машине написано, что 500-й, 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 у меня 500-й. И вариация на его тему это М-157-й мотор, который вообще 600-й, 5,5. Это все вариации на тему, то есть это силовые агрегаты, которые конструктивно очень схожи. Проблемы, к сожалению, мотор-то пришел новый, а проблемы-то остались старые. То есть все, что я вам сказала до этого, очень многое из этого тоже касается новых пострестайлинговых силовых агрегатов. Что же делает лисичка, скажете вы? Ты же сказала, что в принципе купить старую, подержанную вот такую вот тачку может быть не так уж и плохо, как купить подержанный Каен. Да может быть, ребята, в принципе не отрицаю того, что сказала. Но нужно наступить на горло своей песне про большой бензиновый силовой агрегат и взять маленький, но дизельный. Они гораздо более живучи в наших условиях, в том числе, несмотря на то, что заливаем мы иногда форменные каки себе в баке. Стихи получились. Так вот, если брать дизельный мотор, причем, заметьте, младший, 35-й, то все проблемы, которые у вас будут, это, скорее всего, проблемы с сажевым фильтром, это проблема номер раз, и проблемы с очисткой топливной системы. Топливная система достаточно дорогая, но с ней проблемы будут, во-первых, намного позже, то есть это как минимум 200-250 тысяч километров пробега при условии, что вы не заливаете в мотор ослинную мочу. Никогда не нужно заправляться на дешевых заправках, да хоть канистру с собой возите, что хотите, делайте, но только хорошие проверенные заправки. И тогда дизельный агрегат будет ходить у вас долго и счастливо. Но только. Кстати, расход будет 12-14, ну, максимум 15 литров даже с такой дурой. А вот 600-й, если вы себе купите, или 500-й, вы вполне можете в бортовом компьютере у себя увидеть расход 30. С дизелем, к сожалению, печалька в том, что вы еще приедете и на турбину. Ну, что поделаешь, дорогой автомобиль, хотите, получите. Ну, а на турбину приедете, опять же, тысяча к нам 200-250. И очень интересный момент. Начала говорить про фиговое топливо и вспомнила вот оно что. Особенность этого автомобиля в том, что когда из строя выходит катализатор, а он точно у вас выйдет из строя, если его еще никто отсюда не кастрировал, то машина, вышел из строя катализатор, машина начинает просто умирать. То есть она вот не заводится и все. О чем только вы не думаете. Свечи, провода, электроника, все что угодно, но и на катализатор. Потому что обычно так не бывает. Так вот, знаете, у 221, у Мерседеса, не знаю, кстати, наверное, у 222 то же самое, если катализатор умер, машина встает мертвым колом. Коробок передач у машины в этом поколении было две. 5-ступенчатая и 7-ступенчатая. Так вот, 7G-троник, 7-ступенчатая коробка, всем вынесла все извилины. Эта коробка, к сожалению, плохая. Я точно, к сожалению, не помню, но, по-моему, вот эти вот 5-ступки ставили, 5-ступки, то есть спидшифт она, по-моему, называлась. Не помню, ребята, не буду врать. По-моему, 5-ступки ставили на 600-е. Но это нужно узнавать. В общем, имейте в виду, если у вас коробка 7-ступенчатая, то электронный блок управления начинает проглючивать, выходит из строя где-то от 100 до 150 тысяч километров пробега. Его нужно покупать новый, стоит он, опять же, как чугунный мост. Салон. Салон, ну, я, наверное, ничего вам удивительного не скажу, если скажу, что он просто великолепен. Великолепен. И даже за рулем, и на заднем сиденье, вообще, как угодно, как тут не сядь, как не повернись, все просто на пятерку. Мне очень нравится. Думаю, что нет таких людей, которым прям критически не нравится. Я, что вот удивительно, видела много этих машин, достаточно старых. И видела, и вот жалею, что не сняла. Удивительно то, что, видимо, салон настолько качественный. Либо в основном эту машину не покупают там для гоек и махания трусами над головой. Ну, то есть, как-то более-менее интеллигентные люди, что ли, эксплуатируют. Может быть, вот поэтому это один из вариантов, если очень хочется дорогую тачку, но подержанную, купить именно эту машину, рассмотреть для себя покупку этой машины, хотя лесопротив. То, что салоны в основном в хорошем состоянии, ребята, вот удивительно. В основном они не производят впечатления вот такой вот зачуханной гадости, которую я видела в Порше. К сожалению, Каены иногда такие, как просто старые ободранные кошки. С-классы вот совсем другие. Они какие-то благородные. Ну, действительно, вот вы же вряд ли представляете себе там 20-летнего парня, который каким-то образом получил там 500-600 тысяч рублей и пойдет себе покупать С-класс. Это маловероятно. А вот Каен, он себе наверняка захочет. Электрика. Электрика, эта песня здесь печальная, потому что это вечный, дорогостоящий, глобальный геморрой. У старого Мерседеса, да, ребята, это так. Выходит из строя, по очереди все, начиная подогрева сидений, заканчивая тем, что вы подходите к машине, тыкаетесь в нее со своим ключом, и ничего не можете сделать. Килл из голову просто перестала работать. Почему? Да хрен его знает. Почему? Старый, потому что. Подвеска, к сожалению, у этих автомобилей просто пружинный, железный. Не бывало. Бывало только дорогостоящая пневма. Ох, не люблю я пневму в поддержанном варианте, потому что, ребята, ну, здесь выход из ситуации только один. Сдавать старые пневмобаллоны, менять их на новые. Они живут не так долго, как новые баллоны, но тем не менее, при их стоимости других вариантов я для себя просто не вижу. И не дай бог вам купить машину с навороченной подвеской. Помните, вот такая вот реклама, где такие курочки, и у них попки стоят на месте, а тушки вот так вот движутся. Так вот, это была реклама про систему Air Body Control. Air Body Control. Не путать с АБС, это совершенно другое. Так вот, этот Air Body Control и все, что связано с системой, вот этой системой поддержания ездового комфорта, комфорта на дороге, безумно дорогое. Берите машину с максимально простыми пневмобаллонами, то есть без вот этих вот навороченных электрических штук. Как вы поймете, что у вас вышли из строя пневмобаллоны, поверьте мне, не пройдете мимо. Ваш невероятно красивый, благородный, скорее всего, черный автомобиль, а я бы взяла белый, будет возлежать на пузе. И, значит, понимаете, ну, может быть, он не весь ляжет, может быть, только его кусочек, один бачок возляжет на пузо. Но, тем не менее, вы понимаете, что ох, я приехал на денежки. В остальном же у этой, естественно, многорычажной спереди и сзади подвески прям таких вот больных-больных мест нет. Но также вы должны понимать, что дешево не будет. И это не совсем та ситуация, как у Каина, когда есть куча запчастей от Туарега. Нет, к сожалению, здесь все запчасти свои, но они есть и не оригинальные. И, к сожалению, они есть подержанными. А как вы думаете, откуда они в таком количестве берутся подержанными? Ну, да оттуда угоняют эти машины, ребята, конечно, угоняют. И поэтому одна из причин брать этот автомобиль либо у знакомых, либо с очень проверенным каким-то подборщиком, либо в трейд-инах официальных дилеров, причем желательно Mercedes. это именно необходимость проверить ее, даже не по технической части, а не перебиты ли номера, все ли нормально с документами и так далее и тому подобное. Ну, естественно, будьте готовы, в один момент придете, фары сопрут. Это просто мелочи, мелочи в данной истории. Кстати, выяснила еще один автомобильный масонский заговор. Официального краш-теста этой машины никто не проводил. Например, EuroNCP, который проводит официальные краш-тесты всех машин. Нет, их нету. Но, честно говоря, я не думаю, что что-то плохо, потому что систем безопасности здесь, ну, в общем, наверное, больше, чем где-либо. то есть это очень безопасная машина. Но, тем не менее, вот интересный факт, как так официального большого краш-теста с официальными результатами у этого автомобиля не проводилось. Если машину не чинили где-то в гаражах, то она даже десятилетней не будет ни ржавой, ни какой там с большими сколами. Она будет, ну, может быть, замыленной немножко, но не более того. Кстати, пойдемте, пока рассказываю, вам сейчас кое-что покажу, сейчас вспомнила интересное. Вот, и в остальном я вам могу лишь сказать леса против, леса против. Никаких Мерседесов за 600 тысяч ни в коем случае покупать не нужно. Но, как я уже сказала, если очень хочется круто выглядеть, круто себя ощущать, понтовую тачку, как один из вариантов, за, может быть, миллион двести, миллион триста, ну, может быть, вам повезет и миллион, S-класс можно рассмотреть. Это не та машина, на которой давили на тапку и в хвост и в гриву. Нет, на этой машине ездили приличные люди, есть некоторый шанс купить более-менее живой и здоровый автомобиль, но, тем не менее, вы должны понимать, расходы будут большими, расходы будут большими, ни в коем случае не на последние деньги. А сейчас в заключении давайте вам прикол покажу, интересно, передаст камера это или нет. Посмотри, Олежек, вот сюда глянь, смотри, залом на краске. Каен какого года? 12-го. Видишь, видишь, шпаклевка потрескалась. Я проходила мимо, просто это увидела, чуть в обморок не упала. Кстати, вызвала менеджера под дурочку и менеджер мне говорит, машина технически обслужена, все хорошо, но я вам должен тут раскрыть на нее глаза. Я порадовалась, хотя бы врать не стал. Тут вся машина такая нарядная, вот с кучей не состыковок, а здесь вот прям треснула шпаклевка. Ну ладно, ребята, в общем, на сей веселой ноте, как вот этот человек, у него был почти новый Каен, он где, в гаражах, что ли, где-то делал. На этой веселой ноте я бы хотела с вами попрощаться и сказать вам спасибо за то, что вы меня смотрите и как там это принято у блогеров. Подписывайтесь, ставьте лайки, лавки, ставьте лайки, подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok